Друзья, здравствуйте! Вы на YouTube-канале ГРОЩИ. Меня зовут Владимир Тимошенко. В это сложное время, когда вся Украина ждет ракетных обстрелов от Российской Федерации, у нас есть замечательная возможность пообщаться с военным экспертом Олегом Ждановым. И сразу же хочу сказать, друзья, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал и не забывайте подписываться на YouTube-канал Олега Жданова. Фактически каждый день Олег Владимирович рассказывает о том, что происходит, делится своими мыслями о ситуации на фронтах и не только. Поэтому, Олег Владимирович, еще раз спасибо, что нашли время. Давайте, как говорится, начинать. У меня первый вопрос. Знаете, даже сейчас не хочется говорить не сколько о самом факте возможных обстрелов Российской Федерации, а вот эта вот смена риторики российского, ну даже не то, что руководства, а путинского окружения. Я думаю, вы прекрасно слышали про российского депутата, который заявил, я даже, знаете, даже не хочется называть фамилию этого человека, который прямо сказал о том, что следует бить уже не просто по энергетической инфраструктуре, а следует бить по железнодорожным путям, банковской системе украинской. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, на самом ли деле, возможно, такой вариант, а во-вторых, уже окончательно все маски сдрошены, да, они уже говорят прямо, что хотят. Или это больше игра на публику, желание распиариться, по большому мнению, что это? Нет, это прямое и целенаправленное оглашение планов. Кстати, накануне заявления этого кандидата, причем он это рассказывал в прямом эфире на одном из каналов Российской Федерации, так вот, перед его заявлением было заявление Пескова, пресс-секретаря Путина, который сказал, что Украина может это прекратить в любой момент, если согласится на наши условия переговоров. Ну, то есть, фактически они сказали, что это будет, они признались в прямом эфире, что они будут шантажировать Украину вот такими террористическими методами до тех пор, пока мы не согласимся. То есть, к сожалению, вот это некое такое изменение, можно сказать, окончательных целей Российской Федерации в плане ударов, да, теперь может сместиться не на энергетическую инфраструктуру, а вполне вероятно, что железнодорожный транспорт, банковская система, всего можно ожидать, я правильно понимаю? Думаю, что нет. Смотрите, дело в том, что с железной дорогой, они же, кстати, начинали ракетные обстрелы с нарушения работы железных дорог, это раз. Второе, попал, не попал, в Украине очень развитая сеть железных дорог, и положить эту железнодорожную систему будет очень сложно. И, ну, с банковскую я вообще не беру. Для того, чтобы положить банковскую систему, надо одновременно уничтожить все серверы, на которых находятся данные клиентов банка. А сегодня, ну, бороться в виртуальном пространстве даже хакеры не могут. Вспомните, самая мощная атака на интернет-пространство, на киберпространство Украины длилась там через несколько часов уже все реестры, все сайты государственные, которые были атакованы и уже работали в штатном режиме. То есть уничтожить базу данных невозможно. Поэтому и положить банковскую систему в этом случае тоже невозможно. Я думаю, скорее всего, они будут цепляться за энергосистему. Почему? Потому что они уже начали ее бить, и они надеются, что с каждым новым ракетным ударом, может быть так, они надеются, что с каждым новым ракетным ударом они будут наносить все больший урон, и мы все меньше сможем восстанавливать. А сейчас перекинуться на какую-то другую систему, это фактически потерять время. Вот давайте, знаете, мы с вами общаемся в режиме прямого эфира, каждую минуту все может измениться, но правильно ли я понимаю, что сейчас также с моря довольно серьезная угроза исходит. Тут была информация, что в акватории Черного моря появился носитель крылатых ракет «Кинжал». Насколько мне не изменяет? Нет, нет, не «Кинжал». Смотрите, ну, нет. Я скажу так, это не угроза. Вот когда в море выходило 5-10 носителей крылатых ракет, и вспомните сводку Генерального штаба или доклад наших разведчиков, которые говорили, что только Черноморский флот носителями может там залп 40 ракет, 50 ракет. Сегодня констатируется факт, что в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет, залп которого может составить 8 штук. Нас больше сегодня беспокоит «Энгельс-2» аэродром, там, где базируются стратегические бомбардировщики типа Ту-95МС. Это основные носители крылатых ракет. И, кстати, последние 2, даже 3 массированных ракетных удара осуществлялись именно этими бомбардировщиками, которые взлетали именно с аэродрома «Энгельс». И они делают пуски ракет с акватории Каспийского моря. По данным, что касается, кстати, «Кинжала», отвечу, то «Кинжал» — это экспериментальная программа. Самих ракет «Кинжал» всего лишь несколько десятков, изготовленных в металле. А самолетов, которые способны нести ракету, это баллистическая ракета комплекса «Эскандер». Но она воздушного базирования на самолете, поэтому и называется проект «Кинжал». Так вот, самолетов, которые способны поднять «Кинжал» в воздух и сделать пуск всего аж 4, Ту-22М3. Из них 3 находятся в Белоруссии на Швайка, по-моему, аэродром. И вот они взлетают периодически и пугают нас, что могут пустить. Но, повторюсь еще раз, основной пуск — это «Энгельс», Каспийское море, тяжелые дальние стратегические бомбардировщики. По нашим данным на сегодняшний день, вот как мне подсказывала, точнее поделилась информация команда «Дипстейкмэп», то они располагают информацию, что около 80 ракет сосредоточено на этом аэродроме и более 10 самолетов готовы к боевому применению. Вот это угроза. Вот здесь нам надо быть в готовности, что это может произойти в любой день. — Скажите, пожалуйста, Олег Владимирович, относительно тех самых смертоносных дронов «Камикадзе», которые наделали столько горя и шума, как-то в последнее время о них меньше говорят? Уже не такая угроза этих беспилотников? Или все-таки про них также не стоит забывать? Вот по вашему мнению. Есть такое ощущение, что сейчас как-то вот именно это вооружение, про него как-то начинают немножко забывать. Так ли это? Смотрите, дело в том, что судя по обстановке и последнему массированному ракетному удару, то дроны «Камикадзе» типа «Шахет» закончились. Их нет. И в последнем массированном ракетном ударе эти дроны Россия заменила дронами собственного производства типа «Ланцет», у которых намного меньше дальность и у которых почти в 5 раз меньше боезаряд. 6,3 килограмма взрывчатки по сравнению с 25 или 30 килограммами у «Шахет-136». Так что они просто кончились. Но их нельзя сбрасывать со счетов, потому что мы знаем, что идут переговоры между Российской Федерацией и Ираном по поставке этих дронов, а также Россия пытается уговорить Иран поставить им конвейерную линию по сборке этих дронов на территории Российской Федерации. Но это, правда, перспектива может быть где-то конец января, февраль, но месяца 2-3 понадобится на налаживание производства. Но а пока мы можем констатировать, что они просто кончились. Олег Владимирович, позвольте себе немножко изменить вектор разговора. Сейчас активно муссируется тема того, что Евгений Пригожин еще больше усиливает и количественный, и качественный состав своей армии. Личной, подчеркиваю, армии. Точно так же, как, в принципе, и Рамзан Кадыров. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, эти, как принято их называть, боевики Путина, они для собственной безопасности, для собственных целей увеличивают, наращивают мощи своей армии? Или возможен вариант, что кто-то из них со временем выступит в роли такого себе миротворца для Запада? Мол, я вот убрал главную проблему у Кремля, раковую опухоль вырвал, и вот теперь давайте разговаривайте со мной. Как вы думаете? Очень интересует ваше мнение на сей счет. Я думаю, что вряд ли. Скорее всего, на первом этапе смотрите, на мой взгляд, образовался триумвират. Триумвират, который состоит из Пригожина, Кадырова и Суровикина. Почему? Они все, во-первых, друзья. В разный период они познакомились, и у них были довольно тесные взаимоотношения. Пригожин действительно пытается набирать вес и действительно дифференцирует набор в свою частную военную компанию. Причем людей с боевым опытом, которых даже отзывают с горячих точек в Африке, на Ближнем Востоке, их оставляют на территории Российской Федерации. А в Украине они стараются доукомплектовывать и мобилизованными уже не брезгуют, и зэками не брезгуют. А для того, чтобы наращивать усилия частной военной компании, Суровикин подкидывает им наиболее боеспособную часть российской армии, это морскую пехоту и десантно-штурмовые, и воздушно-десантные войска, которые мы видим уже и в Павловке, в районе Угледара, и в районе Авдеевки. Там десант начинает действовать российский. Плюс дает артиллерию на усиление действий вот этой частной военной компании. Что они делают? Сейчас они, на мой взгляд, стараются как можно ближе приблизиться к Путину и оттеснить всех конкурентов для того, чтобы получить доступ к внутренней власти в Российской Федерации. А вот на втором этапе может произойти конфликт. Если Путин не будет послушным и не будет им уступать в их требованиях, да, они его тогда могут сместить. Но я не думаю, что это люди, которые готовы разговаривать с Западом. Особенно выходка Пригожина с Кувалдой и ответ европейских политиков в виде наручников, которые в Гаге, в коробочке лежат, ждут Пригожина. Вот, как сказал премьер одной из прибалтийских стран, который этот подарок и в ответ на Кувалду и для Пригожина приготовил. Я не думаю, что кто-то из этих троих сможет найти им диалог на Западе. Скорее всего, они будут закручивать гайки и будут делать что-то вроде военной диктатуры в Российской Федерации. То есть сейчас, в принципе, в окружении Путина нет такого человека, который был бы ему опасен, которому ему следовало было бы опасаться. Я правильно понимаю? Почему нет? Наоборот... А кто это? Наоборот, это два даже человека. Это не один, это два. Это Пригожин и Кадыров. Если еще Патрушев готов нянчиться с Путиным, готов давать ему гарантии безопасности за транзит власти с собственному сыну Дмитрию Патрушеву, и с которым даже Путин съездил там, точнее, по-моему, в режиме онлайн, Путин там открывал какую-то ферму по выпуску этих индюшиных ножек, там что-то такое. Ну, а не типа ножек Буша, надо же Россию чем-то кормить. Вот они там... А сын Патрушева, он министр аграрной политики. И, кстати, он пытался уйти в отставку, Путин его не отпустил. Вот кто готов нянчиться с Путиным, вот кто готов затранзить власть и давать ему гарантии безопасности. Эти ребята просто в наглую прут. И вы же смотрите, если Пригожину удастся доказать Путину, что его войска лучше регулярной армии, то есть если он, не дай бог, добьется успеха на Донецком направлении, хоть какого-то... Вспомните, что говорил после Харьковской операции Кадыров. Кадыров заявлял на всю Россию, что дайте мне генеральный штаб, я научу их воевать. Так вот, поверьте, если Пригожин добьется успеха, то действительно генеральный штаб вооруженных сил России может достаться Кадырову. Прямо или косвенно, это уже будет неважно. Они просто берут в оборот Путина. Сейчас они к нему ищут подходы и отодвигают всех более-менее там конкурентов. Но когда они его возьмут в оборот, разговор пойдет совсем в другом русле с Путиным. Скажите, пожалуйста, Олег Владимирович, сейчас долго говорили зима, 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 и вот, собственно говоря, фактически мы уже к ней пришли. Институт изучения войны. Информация о том, что, да, мы все привыкли считать, что зима – это пауза в боевых действиях, но это война 21-го столетия. И есть информация, что на самом деле боевые действия только возрастут зимой. Вот если это так, первый вопрос, так ли это на самом деле, где будет особо горячо зимой, как бы это парадоксально не звучало? Ну, вы понимаете, как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому зима пришла, но не та, которую мы ждем. Нет морозов. И слякать и распутиться очень сильно тормозят боевые действия. И вот, допустим, смотрите, какой парадокс возникает. На Луганском направлении мы могли бы сейчас, у нас есть возможности вести наступательные действия, контрнаступательные действия, но мы тормозимся из-за того, что распутится, даже техника, гусеничная техника тяжелая вязнет в этой грязи. А на Донецком направлении обратная ситуация. Российская сторона старается наступать. И для нас более выгодно сегодня в этой распутнице быть в обороне. И мы наносим им наибольший ущерб. Но, в общем, получается, что фронт немного колеблется в обе стороны, но не двигается. Если бы ударили морозы и земля подмерзла, вот тогда можно ожидать активизацию боевых действий. Причем, я скажу, что с обоих сторон. И Россия заканчивает перегруппировку. Я думаю, что первым числом декабря мы увидим какую-то подвижность. Скорее всего, на Донецком направлении. От Северска практически, наверное, до Углидара. Вот на этой линии фронта опять же, вот эта группировка войск, которую мы выдавили с правого берега Днепра, вот она сейчас перегруппировается, и она может вступить в бой с попыткой провести наступательную операцию и дальнейшего захвата, для дальнейшего захвата Донецкой области. Мы можем, я так понимаю, ну, на Луганском направлении, наверное, активизировать свои боевые действия, потому что мы даже в таких тяжелых условиях все равно пытаемся давить противника и потихоньку продвигаться вперед на, в том же районе Сватово, в районе Кременной. Вот. Тоже мы активизируем свои действия. Но пока матушка природа говорит, что, к сожалению, мы не можем развернуться в полную силу, но с одной стороны, а с другой стороны и противник не может активизировать свои боевые действия. Так что, тот случай, когда ждем морозов, получается. Тот случай, да, как говорится в старой поговорке, тот случай, когда ждем у моря погоды. Скажите, пожалуйста, Олег Владимирович, вот после последних обстрелов, которые были, ну вот я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, с одной стороны, окончательно проявили себя Лукашенко и прочие всякие, Песковый Лукашенко, когда начали напрямую говорить про геноцид украинского народа, про уничтожение Украины и так далее. В свою очередь, мировые лидеры довольно, как-то мне знаковые заявления сделал и Папа Римский, и Макрон, наконец-то, как мне, по крайней мере, показалось, какую-то четкую позицию относительно злодеяний Российской Федерации сказал. Скажите, пожалуйста, вот все эти слова мировых европейских лидеров, помогут ли они, наконец, получить Украине то вооружение, которое станет таким средством, средством сдерживания Российской Федерации? Грубо говоря, любой удар по Киеву в ответ может перелететь в Москву. Это не разговор о том, что мы будем побить Москву, нам чужого не надо, просто не трогайте наше. Но вот сама опасность для Российской Федерации того, что у нас есть оружие, которое может доставать вглубь России, это важный момент, когда мы его получим? И получим ли мы его? Это момент очень важный. Я, кстати, напомню статью главкома генерала Залужного, где он четко и ясно написал, что нужно паритетное вооружение. Вот наличие паритетного оружия являлось бы даже не столько фактором огневого поражения, сколько фактором сдерживания, эмоционального сдерживания, да, и физического сдерживания агрессии Российской Федерации. Именно угроза того, что ракеты могут полететь на Красную площадь, могла бы хотя бы частично сдерживать Российскую Федерацию. Но до границы они бы точно полетели, потому что это наша территория, и мы имеем здесь полное право. Скажу так, что, ну, давайте начнем с самого начала вашего вопроса. Скажу так, что я бы не относил понтифика к миротворцам, потому что он жестко стоит на позиции Российской Федерации. Он говорит, что Россия, российский народ это великий народ, и что надо, к России надо прислушиваться, и к Путину тоже, надо услышать Путина. И он с трудом высказал что-то такое нейтральное по поводу того, когда ему пытались объяснить, а, когда ему привезли в подарок осколок, который попал в греко-католический храм на территории Украины. Он фактически не поверил в это. И никакого перелома не случилось, на самом деле. и наоборот, он вышел и сказал, что надо услышать Путина, русский народ, великий народ, и тут же предложил свою резиденцию для переговорного процесса. То есть, человек не понимает абсолютно, ну, я начинаю его с первого его поступка о том, как он сделал крестный ход, не видя разницы между украинцем и россиянином. Вот с этого надо начинать. вот. А в принципе, вопрос получения оружия, скажу вам так, что, на мой взгляд, тут, знаете, как хоть и сказал кто-то из классиков, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным, вот, но в данном случае, видите, как политики, на мой взгляд, политики заводят нашу войну в тупик. Видимо, у Соединенных Штатов есть какой-то свой сценарий проведения этой войны, и поэтому вот эти вот передачи оружия, она идет фактически, ну, будем так говорить, в объеме минимальной необходимости, но не более того. с точки зрения военной можно это объяснить, в том плане, что, скорее всего, Соединенные Штаты пытаются нашими руками вытянуть из России все военные, все, все военные возможности, чтобы уже не было, чтобы после разгрома того, что они там могут выставить на поле боя, чтобы даже не было шанса на возрождение военной мощи Российской Федерации. И останется только взять под контроль ядерные арсеналы на территории России. Но, к сожалению, это достигается нашей ценой. Ценой жизни наших военных, ценой жизни нашего гражданского населения и ценой разгрома нашей страны в плане разрушений и уничтожений инфраструктуры. Вот, на мой взгляд, именно этот главный критерий в плане поставок вооружений. И поэтому думаю, что в ближайшее время вряд ли мы сможем увидеть у нас в руках такие вооружения, как типа ракеты Атакмс, такие вооружения, как те же самолеты F-16 или F-15 или F-18. Вот, так что, к сожалению, к сожалению, вот на мой взгляд, ситуация складывается именно таким образом. Как минимум, зима будет сложной. Да, как минимум, зима будет сложной. Ну, видите, мы постоянно нам очень тяжело, очень. У нас катастрофическая нехватка огневых средств, поражение противника, и мы постоянно уходим в позиционную войну, потому что в позиционной войне у нас наибольшая возможность изматывать российские войска. Когда мы в обороне, они в наступлении. Вот, вот это единственный наш выход на сегодняшний день. Как только нам дают вооружение, смотрите, летом, да, пошла массовая поставки артиллерии. Начались и реактивные системы залпового огня, и арберийские системы. Мы получили обученных военнослужащих, которые страны, партнеры нам готовят, вооружили, посадили их на технику и вооружение, которое мы накопили, и, пожалуйста, у нас наступательная операция в Харьковской области прошла великолепно. Наступательная операция немного в другом контексте в плане выдавливания или уничтожения группировки на правом берегу тоже прошла, на мой взгляд, довольно успешно. Российское командование приняло решение спасать группировку, а не дать ей умереть там, стойко умереть на правом берегу. Это все равно, это без заслуга вооруженных сил Украины. Ну, а дальше опять мы в тупике, опять мы стоим с протянутой рукой, дайте нам оружие, и мы решим этот вопрос. Но оружие нам не дают. Начинаются песни у нас самих нет, нам не хватает, хотя у каждого запасы довольно большие. Да, вот такое, видите, на самом деле отговорили сегодня много с вами проблемных моментов, но нужно быть реалистами, проблемы существуют. Мы ни на секунду не сомневаемся в победе вооруженных сил Украины, но будем называть вещи своими именами, потому что на самом деле проблема вооружения остается. Но все-таки, знаете, хотелось бы закончить на более позитивной ноте, но в то же время честной. Вот интересует ваше мнение. Михаил Подоляк сказал, что через полгода в Ялте готов делать включение общаться с украинскими журналистами. В принципе, эти прогнозы, они совпадают с прогнозами господина Буданова. Скажите, пожалуйста, освободить Крым через полгода вообще реально, ваше мнение. Конечно, реально. Смотрите, простой пример. Допустим, завтра Соединенные Штаты отдают Польше МИГи 29, которые у них забрали, они сейчас в Рамштайне стоят под охраной, и Польша передает нам эти МИГи. Вы знаете, что они могут сделать коренной перелом в этой войне. Там машины настолько модернизированы, что они могут спокойно вести боевую работу в условиях ПВО, которые имеются в Российской Федерации. Вот вам ответ на вопрос. Если нам дадут паритетное вооружение, дадут Атакмсы, то же самое. Мы положим все логистические пути, которые ведут из Российской Федерации в Украину. И можем спокойно громить группировку российских войск здесь в Украине. То есть это абсолютно реальные и нам уже будет все равно. Будет здесь 150 тысяч, 200 тысяч, 250 тысяч. Это будет просто количество потерь со стороны Российской Федерации. Нужно вооружение. Это прямая зависимость. То есть давайте в конце подформируем. Итак, Украине нужны Атакмсы, я правильно понимаю. Ракетная авиация, боевая авиация, ракетное вооружение, артиллерия и бронетехника. Вот основные слоны или столпы, на которых будет надстройка в виде нашей победы. И тогда с Олегом Ждановым тоже можем делать включение уже с освобожденного Крыма. Да, там есть прекрасный санаторий Фрунзенская. Это очень старый санаториум, всегда принадлежал Министерству Обороны. И там поправляли здоровье наши офицеры. Я надеюсь, что одна из следующих наших встреч будет тогда, когда вы будете уже находиться в освобожденном Крыму. Ну, а мы с рабочего офиса скромно с вами в очередной раз пообщаемся. Спасибо, Олег Владимирович, громадное, что нашли время. Спасибо за интереснейшую беседу. Благодарю вас. Да, пожалуйста.